В имя Отца и Сына и Святого Господа. Сегодня Святая Церковь собрала нас в праздник для того, чтобы мы с вами сотворили общую службу, совершили Божественную Евхаристию, чтобы соединиться с самим Господом посредством покаяния и, конечно же, причащение тела и крови Христовой. Всех вас сердечно поздравляю, пусть сегодня причащался. Ну и сегодня суббота. Суббота Великого Поста, это значит поминальная суббота, родительская суббота, когда мы вспоминаем всех своих родных и близких, которых, может, мы и не знаем, в лицо никогда не видели бабушек, прабабушек, прадедушек и так далее, и так далее. По поколению передаются имена наших родных и близких сродников, а порой и просто знакомых и незнакомых людей, а мы христиане, и молимся о всех, за кого некому и помолиться. Это наш святой долг, помнить тоже и о них. Потому что Дни Великого Поста, это особое время милосердия, любви и сострадания. А тем более, когда мы любим и сострадаем тех, которые сами не могут изменить свою участь. А только лишь Церковь Христова, главе с самим Господом нашим Иисусом Христом, главой Церкви, может это сделать. Поэтому мы и обращаемся ко Господу с просьбой о любви, о милости, о всех усопших, о том, чтобы были прощены и грехи, и, конечно же, и наши, чтобы мы, приближаясь к своему земному концу, пребывали в состоянии блаженства. Это великая честь и радость перед своей кончиной пребывать в состоянии блаженства. И, перечитывая жития святых, мы так или иначе встречаем порой, как один из праведников, святых людей уходит в мир иной, с радостью, с улыбкой. И пример этому в Священном Писании, святой Симеон Богоприимец, да, который говорит, «Наконец-то Ты меня отпускаешь, Господи, в тот мир». В мир, где нет болезни, печали, не раздыхания. Но мы грешные и боимся смерти. Боимся перейти с одного состояния в другое. И дай Боже, чтобы мы через покаяние, через очищение себя, через изгнание себя, страстей и порогов, приближались к этому состоянию блаженства. Но и никогда и не забывали молиться о тех, кто уже ушел в мир иной. Вечная память Царства Небесной. Аминь. Спасибо, Господи.